Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финнам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы говорим о ситуации на финансовых рынках. Сегодня мы попытаемся более глобально на эти вещи посмотреть. Ну и, естественно, не обойдем и какие-то локальные идеи. Тема программы такая. Точки роста и вызовы в глобальной экономике. Собственно, мне тут уже мои гости, коллеги подчеркнули, что вызовы гораздо актуальнее. О вызовах гораздо актуальнее сейчас поговорить, нежели о точках роста. Но, видимо, за их отсутствием или за их небольшим количеством. Ну, тем не менее, есть о чем поговорить. Я представлю гостей сегодня в студии Сухого Остатка. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. Добрый день, Владимир. Добрый. И в студии Сухого Остатка Сергей Хистанов, управляющий директор группы компании АЛОР. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, для вас я напомню, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, кои есть наверняка. Ну и давайте начнем традиционно, что происходит сейчас на финансовых рынках, начиная с вчерашнего закрытия американской торговой сессии. Она разнонаправленно закрылась, 10-ю прибавил Доу Джонс, только же потерял СНП 500, хотя начинал он достаточно оптимистичные торги. И NASDAQ упал на полпроцента. Значит, смотрим на Азию в отрицательной зоне. И Никей 3 десятых потерял, и Шанхай Композит полпроцента потерял. Европа сегодня, ну, видимо, я сейчас смотрю на Фудси 100, и он, видимо, эйфория после рождения наследника, да, продолжает обуревать финансовым рынком Великобритании. Фудси 100 прибавляет 0,8%. А наши индикаторы, напротив, сегодня, ну, активно, наверное, можно сказать, активно снижаются. Минус 0,6 РТС, минус 0,7 ММВБ, рубль заперт в узком диапазоне. Смотрим на сырье, там практически без изменений. Brent 107,90, Lite 107,22, опять сужается между ними спред. Золото продолжает рост, мало-мало. И уже 1345 долларов стоит тройской унции. Евродоллар, как индикатор валютного рынка, тоже подрастает. 1,3230 и, собственно, выше 3,40 фигуры мы его сейчас наблюдаем. И набор голубых фишек разнонаправлен, как это обычно бывает. Последнее время смотрим, кто растет. Растет Ростелеком, почти процент, половина процента Росгидро и совсем скромный МТС и Никель. А вот падают более активно. Аэрофлот 2%, Газпром 0,8%. Так что у нас по банковскому Сбербанк минус полпроцента, три десятых теряет ВТБ. Лукойл почти процент в минусе. Вот такова картина маслом. Собственно, как всегда, происходят какие-то движения, флуктуации. Ну и возвращаясь к дачу. Что тут добавить, да? Разводят руками мои гости. Действительно, добавить тут нечего. И возвращаясь к теме нашей сегодняшней программы. Ну давайте начнем с глобальной экономики. Действительно, Сереж, ты вот как раз меня поправил, ну или точнее подчеркнул, когда я предложил эту тему, точки роста и вызовы. Ты сказал, что вызовы гораздо более актуальны. Почему? Вызовы актуальны потому, что особых идей для роста ни в мировой, ни, естественно, в российской экономике банально не наблюдается. Если посмотреть, ну сразу оговорюсь, что и меня, и, я думаю, Владимира в значительной мере все-таки интересуют тенденции, которые длятся, ну, наверное, от месяца, квартала и больше. То есть понятно, что мы не являемся краткосрочными спекулянтами. Да, по определению, конечно. По определению, да. И вот с этого временного горизонта, месяцы, один-два квартала, ситуация выглядит достаточно печально. И куда мы не посмотрели, да, везде печально. Абсолютно верно. Более того, печаль российского рынка — это отражение печали мирового рынка. Глобального. Американский рынок продолжает формировать исторические максимумы на фоне очень скромных показателей реальной экономики. Ну, соответственно, достаточно легко понять, что причина этих исторических максимумов достаточно банальна. Это продолжающаяся мягкая политика ФРС. Вот, деньги нужно куда-то размещать. Соответственно, бумажные активы, главное свойство которых в том, что из них легко и быстро можно выйти, в отличие от любого проектора в реальном секторе. Вот эти активы растут, да. В реальный сектор инвестиции особенные не идут. Вот, ну, соответственно, что и фиксируется показателями реального сектора. Если говорить действительно о политике Федрезерва, откуда-то возникшие месяц назад, не далее как месяц назад разговоры по поводу того, что надо уже сворачивать программу. А это тоже традиционно. Вот если посмотреть на действия и самое главное действие, и то, как озвучиваются эти действия со стороны Федрезерва, то наблюдается определенная закономерность. Уже, кстати, появился, наверное, целый класс аналитиков, которые специализируются на трактовании высказываний руководителей Федрезерва. Да, я думаю, наверняка, особенно в эпоху, будучи главой Бена Бернанки, потому что при Гринспене особо трактовать-то нечего было. Ну, Гринспен даже любил шутить, что если вы поняли, что я сказал, то вы точно поняли, что это неправильно. Была такая у него фраза. Но, тем не менее, есть определенная закономерность, что перед тем, как что-то предпринять, руководители Федрезерва морально готовят рынки к своему решению. Причем, как правило, вот понаблюдайте, это очень легко проверить, сначала начинают высказываться там достаточно небольшие члены иерархии руководителей, потом побольше, больше. И так понарастающие. Интересно, извини, пожалуйста, это очень любопытно. А как ты считаешь, они действительно свою искреннюю точку зрения при этом высказывают? Или они вот в рамках некой такой пиар-акции, подготовки общественного мнения высказывают то, что нужно в данный момент? Я думаю, что это примерно 50-50. То есть, с одной стороны, есть корпоративная политика, и вряд ли найдется кто-то, кто ее будет сильно нарушать. Но, с другой стороны, эта корпоративная политика не контролирует их жестко. Поэтому отдельные члены могут высказываться достаточно близко к своим собственным мыслям. Ну, опять, традиционно мы говорим о том, что, в частности, комитет по ставкам, он как бы, две противоположные точки зрения. Как правило, высказывает глубину. То есть, да, высказывания о том, что пора бы, как минимум, начать сворачивать, это не значит, что бабахи прекратили, да, хотя бы начать сворачивать, вот эти вот высказывания нарастают. Причем тренд к нарастанию этих высказываний просматривается четко. Как только эти высказывания вызвали сильное падение рынков, тут же немножко отыграли назад, да, причем из уст, естественно, главы. Вот такая политика говорит о том, что, скорее всего, причем можно даже примерно так грубо временные рамки отчертить, это, скорее всего, те же один-два квартала пресловутые, где-нибудь там конец этого года, начало следующего. Скорее всего, в этом временном диапазоне ФРС все-таки начнет, хотя бы начнет сворачивать количественное смягчение. Я понял. Сереж, Володь, на твой взгляд, оправдано это сворачивание количественное смягчение? Опять мы возвращаемся к тому, что статистика-то неплохая по Америке, ну, может быть, не та, которую все ждут уж так. Смотрите, на самом деле для меня, вот если говорить с точки зрения вызовов, да, на самом деле самый большой вызов, ну, для экономики, для мировой, это как раз-таки выход из сверхмягкой денежно-кредитной политики. Это вот, мне кажется, самый принципиальный вызов, который, ну, в общем-то, все остальное перед ним меркнет. По одной простой причине, что не сверхнизкие ставки, это, в общем-то, первое, да, надувание пузырей на активах, да, и второе, это все-таки то, что называется в экономике малинвестмент, да, то, что качество инвестиционных проектов становится очень плохим. Да, в частности, возьмите тот же самый Китай, да, где 50% ВВП, по некоторым данным, это инвестиции. Да, то есть то же самое, ну, опять же, да, я понимаю, что в других странах там несколько ситуаций другая, но когда у вас сверхнизкие ставки, дешевая ликвидность, это приводит к тому, что инвестиции, качество инвестиций резко падает. Это, в свою очередь, приводит к снижению качества активов и заставляет поддерживать, опять же, не сверхмягкую денежно-кредитную политику. Если можно чуть поподробнее, почему результат падения качества инвестиций? Очень просто, когда у вас отдача от инвестиций должна быть 2% или 7%. Понятно. Все. То есть дешевые деньги, да, большую маржу позволяют не закладывать. Да, это не говорит о том, что там это все, там, обязательно проблемы, там и так далее, но просто доля вот таких вот, как бы, скажем, токсичных активов, она увеличивается. И проблема в том, что для того, чтобы выйти из такой сверхмягкой денежно-кредитной политики, нужно действительно, плата за это будет временная просадка экономических показателей, неизбежно. И в данном случае получается такая ситуация, что, с одной стороны, надо бы по-хорошему выходить, да, пытаться как-то искать. С другой стороны, ну, политически это будет очень неправильно, очень сложно. И вот, как показывает опыт той же самой Японии, да, в общем, это может продолжаться очень-очень долго. Вот, и это, мне кажется, самая главная проблема, которую, вот, ну, честно говоря, я пока не вижу, как из этого ходить. А можно говорить, Сережа, что, в принципе, вот эта программа количественного смягчения, они, как бы, изначально, да, уже загнали экономику мировую в тупик? Ну, мировая экономика достаточно близка к пресловутой ловушке ликвидности. Ловушке ликвидности. Вот то, что сейчас происходит, это очень на нее похоже. То есть пока трудно судить, она уже захлопнулась или только собирается это сделать. Но если удерживать низкие ставки еще там какое-то время, то это явление абсолютно предопределено. И вот Владимир правильно сказал, что очень политически болезнен выход из политики, сверхмягкой денежной политики. Потому что это неизбежно вызовет и рост безработицы, рост банкротств предприятий. Это крайне негативно влияет на избирателей. И поэтому вот набраться мужества это сделать очень и очень тяжело. Вот ее легко начать. И обычно начало сверхмягкой денежной политики всегда пользуется поддержкой. Потому что когда государство раздает деньги, это нравится всем. Безусловно. Спасибо огромное. Мы сейчас прервемся. Новости на Финам.ФМ. Послушаем и продолжим. Ну что ж, мы продолжим эфир. Уважаемые слушатели, на Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. И Сергей Хистанов, управляющий директор группы компаний АЛОР. Тема нашего эфира сегодня такая глобальная. Голобальный взгляд на вещи. Мы ищем точки роста и говорим о вызовах глобальной экономики. Я напомню еще раз. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. И сайт компании Финам.ФМ. Ну что ж, продолжим, Сереж. Итак, основной вызов, ключевой вызов для всей глобальной экономики, это монетарная политика и прежде всего Федрезервы. Я так понимаю, что мы сюда, наверное, или может быть, мы сюда еще добавим и взгляд с этой точки зрения европейских монетарных властей, и Банк Японии, может быть, тоже логично в этой связке. С точки зрения анализа действий Европейского центрального банка, ситуация выглядит, как ни странно, радикально проще. Дело в том, что степень долгового кризиса в еврозоне гораздо жестче, чем в США, и Европейский центральный банк просто вынужден следовать фарватере ФРС. Потому что если он не последует, это приведет к сильному перекосу валютных курсов, пресловутый курс евро-доллара сильно скакнет. И, соответственно, если ФРС начнет выходить из программы, а ЕЦБ этого не сделает, это сильное падение курса евро, соответственно, сильный рост стоимости сырья для европейских потребителей, сильный рост европейской инфляции из-за этого, просто за счет того, что цены на сырье вырастут. Поэтому сильно разойтись в действиях с ФРС ЕЦБ не сможет. То есть будет инерционность, это даст возможность валютным спекулянтам хорошо заработать. Безусловно. Потому что европейские бюрократы знамениты своим медленным принятием решений. И даже если не говорить о бюрократизме европейском, насколько я понимаю, последние выступления Марио Драги, они так и выглядят, что Федрезерв, он может, конечно, и сворачивать, но мы-то еще поддержим наших. Но долго, долго проводить отличную от Федрезерва политику им не удастся. Вот Банк Японии, да, тот из-за большей закрытости и клановости японской экономики может себе такое позволить. Вот причем достаточно долго. А вот ЕЦБ, ну максимум там один-два квартала, и он вынужден будет двинуть ставки в ту же сторону, куда двигает ФРС. Поэтому самая большая интрига это действия ФРС. И самое главное, даже то, не действия, они-то предсказуемы, а как конкретно они будут реализовываться. Я понял. Валу, смотри, вот говоря о ситуации в Европе, да, Федрезерв аргументирует сворачивание КУЕ-3 тем, что, ну, мало-мало, но экономика растет. В Европе мы этого не наблюдаем, если, так сказать, следовать логике Сережи, да, что через какое-то время они будут вынуждены тоже сворачивать, и при этом имея рецессию. И куда это может привести? Да я думаю, что на самом деле, вот честно сказать, по поводу ФРС и ДЦБ, у меня есть какое-то другое мнение по поводу действий центральных банков. Потому что все-таки с какого-то момента они стали то, что называется частью, как сказать, автоматическими стабилизаторами, да, как это называется. То есть это фактически... Заложниками ситуации. Да, да. То есть когда, грубо говоря, ситуация ухудшается, там КУЕ, там объемы КУЕ, там интенсивность стимулов увеличивается, да, там достаются новые какие-то инструменты, там, да, там что-то придумали, залатали дырки, там, здрасте. Особенно это очень хорошо в прошлом году было, видно, когда там периодически чуть ухудшилось, тут же раз, там, а мы вот сейчас вот это еще сделаем, или вот это. Особенно вот на фоне, там, этих долговых, как раз периодических проблем. Поэтому то, что КУЕ будет сворачиваться, ну, думаю, что да, скорее, да, но опять же, это все зависит от того, какие будут макроданные. Если экономика США продолжит восстанавливаться, да, там, если они будут, по крайней мере, показывать хорошие результаты, там, промышленного производства, безработица будет снижаться и так далее. Опять же, да, если при этом еще и то, что называют экономическая активность населения останется высокой, тогда да, файн, то есть там снижение будет. Если же, как бы, пройдет все наперекосяк, значит, я думаю, что будет КУЕ-4, например. То есть, ну, ничего не мешает ФРС, в принципе, сделать там это самое. Не мешает, более того, и Бернанк так об этом и говорит в последнее время. Поэтому, и более, более того, фактически все слова последнего, они говорят о том, что, ребята, ну, мы вообще-то заложники ситуации, да, мы будем смотреть, как будет там экономика, как будет вот это. Мы не будем этого делать, там, не знаю, разом, там, резать все по нулям, да, еще и распродавать активы сверху, наверное. Ну, кто ж, понятное дело, никто не будет рушить то, что было за три года, там, за четыре, там, кое-как достигнуто. Трудом созданных, да. Что касается вот Банка Японии, то здесь вот... Володя, извини, прерву тебя, давай послушаем звонок, а потом продолжим тогда уже о Банке Японии. Андрей, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, Олег, и уважаемые гости. Ну, если я немножко тема передачи, позвольте ремарку. Для себя я вижу точки роста это не в тесимиях, может быть, медицина и немножко информационные технологии. Там что-то штучно смотреть. А во второй вопрос насущный. Я просто пару дней не смотрел за торгами. Вчера смотрю, Уралкалий 5% нарезали, минус. Сегодня снил уже 4%. Я понимаю, Уралкалий была защитной бумагой для части рынка. А сейчас выяснили, что произошло. Я понял. 9% за два дня, это много. Это много. Спасибо, Олег. Спасибо, Андрей, за вопрос, спасибо. По Уралкалию есть какие-то комментарии, нету? Ну, собственно, там вопрос с байбеком просто. Вот и все. Такое ощущение, что все, кончилось, по-моему, ресурсы для поддержки котировок. То есть для этого можно было посмотреть, она там не росла и не падала. Ну, вот правильно, Андрей, говорю, мы все-таки защитой какой-то считали. Ну, да, смысл, конечно, такой защитной бумаги, но ладно. Просто сейчас ее все разлюбили. То есть все, кто может, все стараются. Именно идея байбек, вот, да, 9% за два дня. Ну, вот даже не идея байбека, а идея того, что, в общем-то, долго поддерживаются. Не на что надержу. Плюс, опять же, состояние рынка, в общем, не очень там сейчас для него хорошее. То есть я бы так представил, держались, держались, а потом уже, да, отпустили немножко. И вот она, накопленная энергия, инерция, да, она движет 10%. Ну, сама идея вообще защитных бумаг в классе акции выглядит не бесспорно. Потому что любая акция является защитной до тех пор, пока есть какие-то специальные условия, которые делают ее лучше рынка несколько. Как только эти условия исчезают, ну, мы имеем... Ну, и условия, естественно, да, как правило, связаны с эмитентом непосредственно. Чаще всего, да. Причем, особенно часто, если эмитент использовал когда-то где-то эти акции, возможно, в качестве залога по каким-то кредитам, для него важно, чтобы стоимость залога не упала, и ресурсы, которые потребны для поддержания котировок при не очень большом фрифлоте, банально стоят дешевле, чем пополнение залогового обеспечения. Вот в этой ситуации бумага, вот с наружной точки зрения, если вот эту причинно-следственную связь не рассматривать, является защитной. Но как только с точки зрения эмитента что-то меняется, ситуация может развернуться вплоть до противоположного. Ну, видимо, это мы как раз и наблюдаем сейчас. Хорошо, спасибо. Это мы ответили на второй вопрос Андрея. Вопрос первый касался никаких точек роста, он, ну, собственно, предложил, да, несколько отраслевых идей, связанных с российским рынком, но мы к российскому рынку чуть позже подойдем, и поэтому прокомментируем, так сказать, его высказывания чуть позже. Володь, вернемся к разговору о глобальных идеях, идеях количества смягчения. Федрезерв более-менее мы обсудили в связке с ЕЦБ, а Банк Японии действительно он особняком все же, да, несмотря на то, что он задачу ту же самую решает по сути. Ну, по сути дела, мне кажется, там, вот, у меня пока такое ощущение, что, если сравнить с теми, там, замкнутым циклом, да, который я описал, наверное, просто пытаются разорвать его просто с другой стороны. Так. А, грубо говоря, пойти просто уже, ну, действительно, он станет такие вот меры, да, когда уже, ну, в общем, как-то жахнуть последним коллегом, что называется. Ну, это типа, да, японцы, а не самураи, да, то есть либо... Ну, а по большому счету, что нужно, да, то есть нужно разогнать инфляцию, то есть как-то заставить деньги инвестировать, чтобы они шли не только в гособлигации, да, но и в реальный сектор. Ну, здесь понятно, что здесь, мне кажется, проблема больше другая, чисто идеологическая, да, ну, в общем, вопрос, куда дальше расти. Да, да. Вот. Куда дальше расти, ты имеешь, ну, непосредственно, рынок? Ну, например, скажем, той же самой Японии, да, ну, то есть, грубо говоря, понятно, что чем развита экономика, тем сложнее не расти, да, вот вопрос, да, не случая ли это Япония, например. Опять же, да, другая проблема, это высокая зависимость от экспорта, в частности, с Китаем, да, и то, что сейчас Китай, там, плохой индекс PMI, да, там, вот эти вот совмнения в качестве банковских активов и так далее, то есть, понятно, что это не только для Японии, это еще и для Австралии, там, для других соседних стран. Да, и, в общем-то, получится ли это все сделать в случае падения экспорта со стороны Китая, ну, очень большой вопрос. Большой вопрос. Но, я думаю, что попытка, она будет достаточно любопытной, хотя бы посмотреть, как это будет работать. Может быть, действительно, этот цикл за круг можно разорвать, с другой стороны, просто действительно, там, превысив все возможные лимиты по, там, Куе. Вот, Сереж, да, по поводу банки. И, соответственно, и открыто проводит эту политику. Вот, если у него получится, это будет прецедентом. Тогда, с большой вероятностью, это подобная политика, там, сознательное провоцирование инфляции, причем, с трибуны этот лозунг произнесен, да. Это, вообще говоря, своего рода светотатство с точки зрения монетарных властей. Тем не менее, это имеет место быть и очень любопытно, да. Это, безусловно, любопытно. И еще раз я хотел бы подчеркнуть или услышать от вас. Действительно, это единственный случай, да, в нынешних реалиях экономических? Ну, когда шеф Центробанка в открытую говорит, что наша цель это увеличение инфляции, это... Нет, я имел в виду именно выход через инфляцию. Нет, как раз выход через инфляцию достаточно типичен. Более того, он более комфортен для политического руководства, поскольку люди спокойнее относятся к снижению стоимости своих активов из-за инфляции, потому что она плавно действует, чем в результате дефляционного коллапса. Когда бабах, и как в Штатах, недвижимость за кризис в два раза примерно подешевела. Вот. Поэтому выход через высокую инфляцию просто комфортнее для политических властей, для значительной части корпораций, и банк Японии пытается сознательно подтолкнуть экономику к этому. А возвращаясь к Федрезерву, к ЕЦБ, там нет таких возможностей именно выйти через инфляцию? А просто проблема в том, что фактически целевые ориентиры по инфляции там сколько сейчас, 2%, ну и в общем-то пока все заявления идут наоборот. Так что, ну, будем смотреть на инфляцию, она, в общем, у нас цель для гарантии не более 2%, и все такое. Но она опять не растет, да, в этом смысле? Не растет. Нереален этот выход. Да, Сергей? Есть еще один момент, который больше упирается, как ни странно, не в экономику, а во внутреннюю политику. Это сила, политическая сила пенсионеров, потому что наиболее страдают от инфляции те, кто получают фиксированные выплаты. Это бюджетники и пенсионеры. Вот, и в Европе, да и в Штатах, но в Европе особенно, достаточно сильны политические позиции. То есть попытки сознательно раскрутить инфляцию приводят к тому, что те партии, которые в своих выборах делают ставку на пенсионеров, всячески это дело блокируют. Особенно это сильно в Германии выражено. В Германии еще свежа память о событиях там 23-го года, которые подполкнули бурные политические процессы, да. Поэтому там это сделать сложнее. Япония же в этом плане характеризуется тем, что она более политически однородная. И японские электоранты, вот граждане, проявляют, как ни странно, большую сознательность. Ну да, это уже ментальность, наверное. Я просто еще хотел уточнить. От количества пенсионеров, да, это не зависит? Потому что мы знаем прекрасно, сейчас планета активно стареет. Это зависит, но тогда теоретически японцам было бы еще тяжелее, поскольку Япония как нация, вот доля пожилого населения, пенсионеров там гораздо выше. Но тем не менее, в Японии вот этот, как банально не звучало, самурайский дух, видимо, силенда. Да, да, совершенно. И они достаточно решительно идут на личные жертвы ради успеха страны. Кстати, мало кто знает, в Японии много лет, до фактически с 91-го года, бывают ежегодные уменьшения зарплат, связанные с дефляцией. И люди спокойно к этому относятся. Ах, позавидуешь. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем тему вызова в глобальной экономике, но о точках роста чуть позже поговорим. В студии Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. И Сергей Хистанов, управляющий директор группы компаний АЛОР. Мы обсудили до новостей проблему, ту же самую, вызов в глобальной экономике, связанный с политикой Банка Японии. И вот сейчас за эфиром Сергей, который жил какое-то время в Японии, замечательно рассказывал истории, примеры из жизни. Но опять-таки надо говорить о том, что все-таки японцы, их ментальность, как бы это банально ни звучало, заставляет их делать такие вещи, что нам кажется это нереально, выглядит странновато. Ну по этой же причине действия Банка Японии с одной стороны тяжело анализируются, а с другой стороны никак не переносимы на действия других стран. Согласен. Согласен. Ну и рядышком с Японией Китай. Китай как локомотив, да, или там ожидаемый локомотив мировой экономики, вытянет, не вытянет он ее, да, сомнений все больше по этому поводу, Сереж. Скорее всего этот мировой локомотив планово, причем интересно, что абсолютно планово, сбавит свои обороты. Тоже, для Китая тоже характерно любое решение предварять какими-то заявлениями. И вот последнее время заметил, что многие коллеги стали смотреть русскоязычную версию сайта Жиньминь Жибауда. Для тех, кто помоложе, наших слушателей, кто помоложе, напомню, что в советские времена была такая газета «Правда», где писали очень специфично, но люди опытные могли читать между строк, да. Читать между строк. Соответственно, точно так же... Ты застал, кстати, газету «Правда», Володь? Ну так, и октября... А я хорошо застал, да. Я тоже помню. Да, поэтому те, кому сейчас лет 40 и старше, те застали очень хорошо. И умение читать между строк у них выработано. И вот чтение Жиньминь Жибау наводит на мысль, что постепенно все-таки и своих, и международное инвестиционное сообщество готовят к тому, что экономика Китая плавно и подконтрольно, но замедлится. То есть, чтобы многого не ждали все же, да? Да, да. Прямо вот интенсивность статей, где об этом говорится, нарастает. Ранг тех чиновников, которые делают высказывания, растет. А это тоже признак, что, скорее всего, вот такие решения будут приняты. И, опять-таки, нам трудно судить, с учетом закрытости китайской статистики вдвойне трудно, насколько интенсивно это будет делаться. Но в любом случае необходимо морально готовиться к тому, что, скорее всего, вот этот суперцикл рост цен на все сырьевые ресурсы, как минимум, на некоторое время закончится. Поддерживаемые, да, китайским спросом. А если это совпадет по времени с ужесточением политики ФРС, вот нам бы, конечно, хотелось, чтобы оно было по времени разнесено. Даже не так важно, кто из них раньше начнет, лишь бы это не совпало единомоментно. Поскольку это наложится, будет кумулятивный эффект, это по рынкам ударит очень сильно. А, кстати, можно, извините, Леша, Володя, можно предположить, что действительно, вот, ну, власти ведущих держав мировых понимают это прекрасно и каким-то образом смогут договориться, что, ребят, давайте, вы чуть позже, вы чуть раньше, потому что, чтобы это... Ну, вот как-то я, вот, честно говоря, в такие вот заговоры высокого уровня не верю. Ну, это не заговоры, это какая-то логическая регулировка такая. Я думаю, что каждое правительство будет реально действовать, исходя из своих соображений. То есть, понимаете, там, с точки зрения, там, потому что на теории коллективного действия, да, там, от всех теорий игр и так далее, не работают такие вещи. Слишком велики мотивы, отклонения, там, каких-то хитрений и так далее. То есть, скорее всего, это будет, если это будет разнесено, то это будет разнесено, ну, можно сказать, случайно, да. Скорее всего, просто... Просто так получилось. Ну, скорее всего, просто замедление китайской экономики скажется на всех других странах, да, которым, собственно, придется, чтобы это компенсировать, соответственно, сохранять мягкую денежно-кредитную политику. Ну, в общем-то, исходя из этого, просто само собой разнесется. Вот это тот случай, когда, дай бог, чтобы это произошло. Есть слабая надежда, что через механизмы, соответственно, большой восьмерки, может быть, там, хоть какие-то на уровне консультации, потому что, действительно, наивно предполагать, что они договорятся, потому что, все-таки, любое правительство действует в эгоистичных интересах своей страны, своя рубашка ближе к телу. Но, если бы хотя бы на уровне консультации они как-то согласовали свою политику, то всем от этого было бы лучше. Это тот случай, когда мы все в одной лодке, и, ну, как минимум, не противоречить действиям друг друга, это в интересах всех стран. Конечно. Не раскачивать эту самую лодку. Согласен. Ну, что ж, давайте тогда перенесемся на родные просторы. Мы говорим о вызовах глобальной экономики. Я так понимаю, что и наш рынок, и наша экономика напрямую связаны с этими самыми вызовами, и как бы мы чего-то ни делали, ни старались, а стараться, тем не менее, надо, я уверен. Противопостоять этому шквалу мы не сможем, если вдруг что-то. Ну, весь основной драйвер роста российской экономики последнего десятилетия, это не тайно, это внешний спрос. Потому что все остальное, это фактически перераспределение доходов за счет внешнего спроса. Увы и ах, но наш спрос внутренний, без подпитки извне, слишком мал, чтобы двинуть нашу экономику вперед. Скорее всего, следствием этих глобальных вызовов будет так или иначе, но снижение и спроса, и цен на основные продукты нашего экспорта. Дай бог, чтобы это снижение было меньше, но то, что оно будет, и по крайней мере ждать роста наивно, это практически вне всякого сомнения. Соответственно, поведение нашего рынка после этих событий будет во многом зависеть уже от нашей внутренней бюджетной политики. В настоящее время у нас очень низкий госдолг, по меркам развитых стран даже аномально низкий. Довольно высокие резервы, что дает хорошие возможности для маневр. Тревожит только одно, что у нас в структуре расходов бюджета, с одной стороны, очень высокие, по мнению многих специалистов, явно завышенные расходы на оборону. И, соответственно, понятно, по каким причинам сделаны очень широкие заявления и взяты на себя явно завышенные социальные обязательства. Если бы не вот эти два пункта, оборонные расходы и социальные обязательства, то можно было бы очень оптимистично смотреть на наши перспективы. То есть на фоне, допустим, заметного спада в развитых экономиках и в Китае, мы бы получили стагнацию, но без каких-то там ах, страхов и ужасов. С учетом же вот тех факторов негативных, которые все-таки в отношении бюджета имеют место быть, то, скорее всего, мы увидим некоторое ослабление национальной валюты. Не какой-то там уж совсем обвал, потому что 10% на это уже прошло, да? Но некоторое ослабление увидим, соответственно, ослабление рубля, которое позволит сгладить. Для населения это выразится в рост инфляции, поскольку треть нашего потребительской корзины примерно это импорт. Для рынков, если это явление будет медленным, то это будет просто длительный период широкого боковика. Если же это будет сделано резко, то на некоторое время будет обвал, потом восстановление и снова период широкого боковика. Вот так вот мне видится ситуация. Причем это перспектива опять среднедолгосрочная, насколько я понимаю. Оптимистично на год, причем год это такая очень оптимистичная оценка, пессимистично это года два, дольше маловероятно. Вот, по крайней мере, на мой взгляд, ситуация выглядит так. Я понял, все же. Спасибо. Володь, если говорить о том, что не будет нас, ну или, по крайней мере, да, Бог милует, не так сильно потрясут нас сторонние какие-то шквалы. Вот эти самые точки роста, и сейчас я возвращаюсь как раз к вопросу нашего слушателя, который звонил нам в предыдущей части программы. И первая часть его вопроса как раз касалась того, что он для себя сам нашел на российском рынке некие точки роста, да, ну, я так понимаю, в надежде на перспективы. А именно, вот я записал, он надеется, что даст ему возможность заработать нефтехимический сектор, медицина, локальные какие-то, он не назвал их, к сожалению, но, тем не менее, локальные идеи и информационные технологии. На твой взгляд, насколько это оправданно, и, может быть, у тебя свои какие-то... Не, ну, на самом деле, то, что там какие-то точные идеи не могут там заработать в каждое отдельное там место... В любой причем отрасли. В любой месте, это да. То есть вопрос, как бы, ну, как бы, на чем хотим зарабатывать, да, если на росте котировок, ну, да, то есть нужно искать какие-то молодые там отрасли, да, там, молодые компании, которые там имеют возможность для там роста даже в текущих там условиях там слабого роста целиком, да. Другой вариант, это, например, там какие-нибудь дивидендные бумаги, да, то есть которые, ну, опять же, да, условно защитные акции, как назовем их так, да, которые, ну, могут там, готовы и могут, потому что важно, готовы, да, платить высокие дивиденды, которые, ну, в общем-то, там, не знаю, в свое время такой акции была ты НКБП, да, там тот же самый Сургут, там Башнефть, привилегированные, ну, в общем, такие наши нефтяники, которые, в общем, зарабатывают, готовы, да. При этом наша особенность налогообложения нефтяной промышленности, она такая, что, в общем-то, даже при снижении цен на нефть, в общем, в убытке сильным они не останутся, то есть там, так как это все выручка привязана, точнее, налог привязан к курсу доллара, да, там, и к цене на нефть, то есть там, в общем, все достаточно гладко. Плюс, опять же, да, ну, тритейл наш отечественный, то же самое, да, с учетом того, как бы, какие, скажем, то, что он все-таки достаточно молодой, да, и по уровню развития далеко не достигивает тех же самых американских крупных сетей, да, там, опять же, относительно даже размера, там, ВВП и так далее, тоже здесь, мне кажется, есть идеи, да, того, что он, например, магнит, да, там, хотя бы взять вот там, который за неделю 12% прибавил. Да, да. В целом же, если смотреть так, ну, от точных идей, да, там, все-таки перейти глобально, да, то здесь, в общем-то, проблему я вижу следующую, что, если, скажем, там, ну, возник там даже такой сценарий, там, 98-го года, да, когда у нас здесь, там, обваливают цены на нефть. Даже не восьмого года, а девяносто восьмого. Да, повторюсь, то есть, когда у нас действительно все обваливается, там, и сильная экономика получает шанс в виде дешевого рубля, там, просто внутреннего спроса, да, импортозамещения и так далее, проблема в том, что вот сегодня, да, этот, как бы, этот сценарий не реализуем. По той простой причине, что у нас, во-первых, мы уперлись в то, что называется full employment, да, то есть у нас сейчас безработицы на рекордно низком уровне, ну, там, не на рекордно, но на очень низком уровне по историческому уровню. Ну, в Москве, по-моему, статистически, исторический минимум какой-то там представили. Например, да, то есть, да, в принципе, и по России в целом, да, то есть, понятно, что это некая средняя температура по больнице, потому что есть там и места, где и 30% безработицы, да, но все равно. Загрузка мощности находится тоже на рекордных уровнях, при этом инвестиции у нас стагнируют. То есть, получается, ситуация такая, что даже при том, что, в общем-то, единственный вариант роста — это инвестиции, да, это инвестиции в производственные мощности, причем инвестиции эффективные, да, а не государственные. То есть, грубо говоря, обычными инвестициями в инфраструктуру здесь не обойтись. То есть, грубо говоря, то, что называется там рисованием фигур, они не приведут к долгосрочному росту. Ну, а здесь уже, извините, там, начинаем переходить к таким пресловутым формулировкам, типа бизнес-климат, борьба с коррупцией. Переходим на личности уже. Да-да-да, и же с ними, да, то есть, то, что, в общем, обычно и говорится. Вот, ну, а здесь уже как-то вот, судя по отношению инвесторов, да, то, что говорят иностранцы по поводу этого всего, ну, в общем, как бы, пока, к сожалению, наши там власти, они проигрывают. То есть, как бы, показать то, что действительно, там, на России, не знаю, инвестиционно привлекательно, да, там, защита бизнеса, право собственности и так далее, пока, в общем, с этим, я так понимаю, у нас большие-большие проблемы. Ну, то есть, я правильно понимаю, да, как бы, некие точки роста все равно существуют, и в российской экономике в том числе, но для этого нужны некие, да, какие-то... В общем, нет, понимаете, они есть всегда, да, просто их количество, да, оно очень маленькое сейчас будет. И для нашего правительства, мне кажется, опять же, да, если задача, опять же, увеличить налогооблагаемую базу, там, и так далее, ну, к сожалению, только через развитие частного бизнеса. Потому что, честно говоря, в эффективность госинвестиций я как не верил, так и не верю. Угу. Сегодня, кстати, опять, ну, приняли уже, да, насколько я понимаю, ратифицировали предложение президентов о том, чтобы сократить страховые выплаты частным предпринимателям, после того, их увеличили некоторое время назад. Можно ли это сказать, что это какой-то шаг в направлении частного сектора? Ну, сам факт того, что этот важный параметр за короткое время меняет уже несколько раз, тоже отрицательно характеризует пресловутый бизнес-климат. Потому что один из элементов бизнес-климата, это стабильность правовой и фискальной политики. А те же самые эти пресловутые взносы, вот даже за последнее время, вспомните, сколько раз их меняли, как это бурно обсуждалось и так далее. Вот чем постояннее законодательство, чем постояннее закона вот фискального характера, тем это лучше для развития экономики. Забавно, но в Германии до сих пор действуют законы 1873-го. Это забавно, я согласен. И так далее. Которые еще Бисмарка заставили. Сереж, спасибо огромное. Если не возражаете, мы после новостей поговорим и о пресловутом инвестиционном климате. У нас есть, кстати, звонок. Максим, если вы меня слышите, я вас прошу, да, подержитесь на линии. Сейчас новости, а потом мы ответим на ваш вопрос. Итак, новости на финансы. Ну что ж, друзья, продолжим наш эфир. К сожалению, вот я наблюдал, наблюдал, держался. Максим не додержался. Надеюсь, что будет у него желание, он перезвонит. Мы ответим на ваш вопрос, Максим, обязательно. Значит, мы продолжаем эфир. Ищем сегодня точки роста. Говорим о вызовах глобальной экономики. И еще раз я напомню, в студии Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. И Сергей Хистанов, управляющий директор группы компаний АЛОР. Итак, закончили мы, да, пресловутом инвестиционном климате. Не будем его, наверное, обсуждать, поскольку многое сказано. Тема общая. Я бы хотел заострить внимание на том, что вот сегодня... Сереж, прости, пожалуйста, Максим, по-моему, опять дозвонился. Давайте все же мы с ним пообщаемся. Максим, простите, еще раз добрый день. Вы в эфире говорите. Добрый день. У меня вопрос по теме передачи. Значит, не приведут... Вернее, скажем так, какова вероятность уменьшения бюджета, наполнения бюджета Российской Федерации вследствие каких-то либо пертурбаций внешнеэкономических. И, соответственно, уменьшение финансирования тех программ, там, по модернизации и прочие, которые сейчас идут. Ну, я клоню к чему? То, что какова будет судьба... Как вам видится судьба поставщиков оборудования импортного? Понятно. Понятен вопрос. Спасибо, Максим. Сереж. Ответить на этот вопрос, как ни странно, очень легко. Достаточно вспомнить, что происходило в период 98-2000-е годы. Ну, или, если еще дальше в прошлое посмотреть, там, 91-93-е годы. 91-93-е не показательный, это все-таки период слома по системе был. А вот 98-2000-е, это как раз прям в рамочку вставлять и готовый ответ на вопрос слушателя. Скорее всего, те поставщики, кто не застраховали свои валютные риски с помощью тех или иных механизмов, могут понести очень серьезные убытки. Я несколько драм, вот даже натуральных драм такого типа в 98-м году наблюдал. Вот, то есть у людей был контракт, они взяли на себя валютные обязательства, а, соответственно, их контрагент, который покупал, с контрагентом были рублевые контракты. Ну, и когда курс очень сильно изменился, вот, импортеры попали в тяжелое положение, многие обанкротились и так далее. Что касается бюджета, то тоже абсолютно легко отвечать на этот вопрос. Смотрим, что было. Сейчас уже подзабыли это выражение, секвестр бюджета. То есть сокращение каких-то статей, которые можно сократить. Кстати, мы секвестр вспоминали, да, в призме бюджета Соединенных Штатов Америки сначала года. Да, да. Сейчас уже забыли о нем. В российском контексте уже как-то подзабылось, а я прекрасно помню тот период. Причем любопытно, что, поскольку решение принимается на административном уровне, то это аппаратная борьба. Это чисто аппаратная борьба того или иного министерства или ведомства, которое, естественно, свои расходы пытается защитить. И в чем-то это даже такой вот бенчмарк силы ведомственных лоббистов. То есть это все мы можем, да, опять-таки увидеть, ну, в случае некого апокалипсиса. Будет интересно. Такое впечатление, что ты занимаешь место в первом ряду, да, попкорн поставил и говорит, будет интересно. Ну, мне кажется, это и нас коснется. Да, но если серьезно, то что, в общем-то, произойдет? То, что, как бы, естественно, да, импортеры, скорее всего, при укреплении рубля, естественно, там могут пострадать. Что касается, действительно, перспектив рубля при этом. Ну, смотрите, да, с начала года мы видим, действительно, такие негативные данные по внешний торговый баланс, по счету текущих операций, плюс еще отток капитала здесь наложился. В общем, у рубля есть все основания, такие фундаментальные для того, чтобы действительно двигаться в сторону ослабления. Вот. Проблема просто в том, что я не думаю, что это ослабление будет таким уж сильным. Да, потому что для этого нужно, чтобы все-таки резко снизились цены на нефть, там, на металлы, там, и так далее. И, ну, как бы, при, там, текущей сложившейся ситуации на рынке нефти, я думаю, что это очень маловероятно. Да, поэтому, скорее всего, будем видеть, там, какое-то ослабление, ну, в рамках, условно говоря, там, в год, там, 5% по рублю, там, и так далее. То есть, то, что укладывается в разницу процентных ставок. В целом, для экономики это, скорее, будет плюс, да, потому что, ну, с точки зрения, там, внутренних потребителей, там, даже внутренних производителей, это, по крайней мере, немножко даст им шанс, ну, как конкурировать с импортом. Да, не факт, что этим, там, многие воспользуются все практически, но это, тем не менее, лучше, чем ничего. Опять, да, 98-й год мы вспоминаем, когда... Ну, да, не совсем корректно. Не совсем так, то есть, это, как бы, механизмы те же, ну, просто масштабы и скорость другие будут. Глашусь. Вот, поэтому, я думаю, что ничего страшного здесь не будет, то есть, то есть, терение, там, долгосрочных перспектив, такое ослабление рубля, оно, скорее, даже плюс для России, да, чем минус. Что касается рынка российского, да, то здесь очень любопытный момент. Если посмотреть на длинную динамику его, то он очень хорошо коррелирует даже не с ценами на нефть, а индексом цен на промышленные металлы. Вот, и, в общем-то, опять же, с учетом того, что мы ждем такого боковика и внутренних таких драйверов, наверное, это сейчас тоже, наверное, нет, да, таких мощных. Для роста ты имеешь? Для роста, да. Ну, я думаю, что, да, действительно, в широком рынке увидим боковик. А почему, кстати, извини, пожалуйста, вот ты сейчас заметил, да, российский рынок больше коррелируется именно с индексом на промышленный металл, а не с ценами на нефть? А я думаю, что это просто индикатор того, как оценивают вообще развивающиеся рынки, да, потому что нефть все-таки там много других факторов таких специфичных, да, связанных с поставками там и так далее. А индекс цен промышленных металлов, он более, скажем так, диверсифицирован, да, и он как раз-таки показывает, да, ту, скажем, степень экономической активности, спрос на эти металлы и так далее, инвестиционную активность и так далее. Соответственно, инвесторы реагируют на это, ну, опять же, как на индикатор состояния развивающихся рынок, в том числе и России. Вот, ну, как-то вот так получилось, как-то статистически. В том числе и России, да? В том числе и России, да. Ну, не стоит забывать, что у нас промышленные металлы занимают, по-моему, 15%, что ли, экспорта, что-то в этом роде. Вот, то есть там две трети нефть нефтепродукта, еще 15% это металлы. Ну, я могу ошибаться, там. Тоже серьезные цифры, да, тоже серьезные цифры, конечно. Да, Сережа. Хотел бы добавить, что действительно ослабление рубля достаточно вероятно, и тоже соглашусь с Владимиром, что если оно будет, оно не будет таким резким, как, допустим, в 98-м году. Более того, часть этого ослабления уже прошло, на самом деле, с 30 до 33 рублей за доллар, это заметно, это 10%. Да, это серьезно, 10%. Вот. Большого стимулирующего влияния на производство это не окажет, потому что тоже Владимир, абсолютно я с ним согласен, указал на то, что нет свободных производственных мощностей, трудовых ресурсов. А вот на бюджет, напротив, это положительное влияние окажет, поскольку значительная часть доходов бюджета, соответственно, так или иначе, нефтедоллары, да, а все обязательства практически рублевые. И поэтому вот производственный сектор не сильно выиграет от девальвации, а вот бюджет может выиграть достаточно хорошо. И вот именно это наводит на мысль, что она обязательно будет, причем к ней прибегнут тогда, когда начнутся сложности со сведением бюджета. Вот с точки зрения рынка мне видится примерно следующий сценарий, как рынок наш российский будет воспринимать вот эти вот движения валютного курса. Я думаю, что вот сразу же после, ну, важная оговорка, да, к сожалению, очень много «если», да, если девальвация будет все-таки достаточно быстрая, там, не 5% за год равномерно, да, это такая маленькая величина, что на коротком горизонте спекулянты это не особо чувствуют. Конечно, ну да. А если это более-менее резкое движение будет, соответственно, в самый первый момент рынок сильно упадет, причем, опять-таки, эмоционально, у многих там лимиты закрываться будут, там, еще что-то. И, соответственно, будет эмоциональное падение. Потом, когда придет понимание, что масштаб-то девальвации не такой уж и большой, будет какой-то отскок. Ну, кто-то из спекулянтов поймает эти движения, кто-то нет, как всегда. Вот. А вот потом мы зайдем достаточно широкий боковик. И вот если допустима такая философская аналогия, я вообще люблю историю, мне нравятся исторические аналогии, да, то вот если это будет напоминать американский рынок эпохи так называемой стагфляции. Конец 60-х, начало 80-х годов. Прошлого века, да? Это широкий, то есть там размах колебаний достаточно большой, по некоторым активам до 40%, на самом деле, почти в два раза, если отходить. Да, это серьезное движение. Вот. Но при этом четко направленной динамики нет. Поэтому вот если говорить о точках роста, то надо подразумевать, что речь идет не о глобальном росте, да, а скорее о каких-то локальных движениях, которые все-таки по масштабу ближе к спекулянтам, хотя и, может быть, и не краткосрочным, чем к классическим инвесторам. Вот то, что нас ждет, это от года до двух будет время спекулянтов. Хорошая фраза. Что же нас ждет от года до двух? Время спекулянтов. Ну, просто по поводу боковика, да, ну, по сути, если мы посмотрим на, там, соотношение, как ведется российских рынок и курс рубля, то, в общем-то, последние два года там есть такая забавная закономерность, да, то, что у нас периодически возникают такие резкие выносы, которые связаны с какими-то внешними вещами. То есть есть такой триггер, да, там, не знаю, то там рейтинг понизли США, да, там, то там какой-то там очередной, там, долговой кризис в еврозоне, то, как последний раз, там, вот, идет тема, там, завершения КУЕ, там, ФРС, там, ну, опять же, там, вот эти апрельские, то есть накопленный уже такой момент. В итоге мы получаем, что каждый раз у нас идет все дело в противофазе, ну, то есть, грубо говоря, наш рынок и так находится в боковике. Но вот ослабление рубля, да, оно последний, там, год идет именно такими способами. То есть резкий вынос наверх, потом сильный откат, но уже на более высокую, ну, то есть на другую уровню. И вот таким вот макаром мы идем уже, так, достаточно приличное время. То есть, да, у нас закончился период, там, укрепления после девятого года, и вот с тех пор у нас вот тенденция пошла уже четко абсолютно на его ослабление. Да, коридор очень широкий, у нас бывают выносы резкие наверх, резкие, там, укрепления, но если так посмотреть на картинку широко, да, мы уже, как бы, идем давно в этом правильном направлении. Причем в тренде. Да, да, и вот точку роста, я бы, как сказал, вот здесь правильно коллега сказал, что по поводу бюджета и так далее. То есть я думаю, что за счет такого внутреннего нашего, вот как раз инфляции, там, нормализации обменных курсов, да, такой незаметное обесценение, там, обязательств расходных бюджет, да, по сути дела, точка, так сказать, не точка роста, а такое пятно роста будет именно как раз в улучшении баланса вот этих внутренних показателей, да, то есть балансированность обязательств бюджета, там, между социалкой, там, и всем остальным, да, там, улучшение соотношения цен внутренних, внешних, да, там, заработных плат и так далее. То есть в период кризиса, это все, ну, и до кризиса, точнее, даже до восьмого года, это было очень сильно все перекошено. У нас были реально завышенные зарплаты, да, у нас был перегрев экономики, который мы поймали. И вот я думаю, что как раз надежда будет на то, что за ближайшие два года вот эти все вещи, они устаканятся. Да, стабилизируются какими, ну, в том смысле, что, да, придут к какому-то нормальному состоянию, да, Сергей? Вот я, если можно, время позволяет, еще хотел бы коротко добавить, что чем хуже будет ситуация с инфляцией и девальвацией, тем дешевле будут валютные мультипликаторы наших акций. То есть с точки зрения глобального инвестора, привлекательность наших компаний при прочих равных условиях, вот как ни парадоксально, но чем хуже, тем лучше. Поэтому с одной стороны, да, это широкий, там, длительный бокобик, но с другой стороны, именно вот эти явления и подготовят основу для будущего роста, который произойдет позже. Можно даже сказать, что дай бог, да, дай бог. Чтобы это все случилось. К сожалению, совсем мало времени, Сережа, хотели прокомментировать мы вот то, о чем ты говорил за эфиром, падение налоговых сборов, да, наблюдаете? Да, буквально сегодня с утра была распространена информация о том, что произошло снижение налоговых поступлений, особенно ярко проявившееся в региональных бюджетах, на которых переложили часть социалку. И вот налоговые сборы это очень хороший отложенный показатель того, что происходит в реальном секторе. Причем обычно временная задержка где-то от квартала до двух, и это укрепляет, в общем-то, предыдущие наши тезисы о том, что торможение российской экономики, свершившийся факт, и падение налоговых сборов, это дополнительный фактор, который только укрепляет этот тезис. И подтверждает за очередной раз. Спасибо, спасибо огромное. Уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в студии Схова Остатка Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал, и Сергей Хистану, управляющий директор группы компаний АЛОР. Мы обсудили вызовы глобальной экономики, поговорили о точках роста, ну, в общем, все было, на мой взгляд, понятно. Спасибо огромное, вам спасибо за внимание, успехов на рынке, до завтра.